Всем привет дорогие друзья! Как обычно с вами ММА Бетс и сейчас мы будем с вами обсуждать турнирчик, который прошел в Японии и отметился очень интересным боем, который явно не могли пройти отечественные любители смехшенных единоборств. Вы все прекрасно понимаете о каком бою идет речь, но не будем забегать вперед. Все-таки турнир получился достаточно интересный, хоть и не насыщенный конкурентными боями, однако некоторые финиши были достаточно интересны и в принципе могут претендовать на нокауты года. Здесь я не знаю с какого боя начать, но думаю начнем с самого низу. Сень, привет, поздоровайся с нами подписчиками и я думаю мы начнем. Да, привет всем. Просили подпадать обзор на турнир биватора, да, ну вот. Да, достаточно интересно должно получиться. Да, вот первый бой у нас здесь вот на экранчике обозначен Майкл Чендлер и Синди Аутло. Интересная фамилия у парня, хорошая такая, звучная, но к сожалению ничем это ему не помогло, потому что несмотря на свою физическую форму, несмотря на то, что он сам по себе неплохо борется, имеет более-менее сносное кардио, у Чендлера тупо очень много опыта. И опыт этот перевешивает все, абсолютно все плюсы Синди. Чендлер и борется лучше, Чендлер лучше в стойке. Ну, результат просто закономерный, я не знаю, что тут можно сказать. Нокаут в первом раунде, тут все очень просто. Ну да, для закрытого такого общества, кому хотелось посмотреть подкаст, да, который мы выпустили перед этим турниром, мы там обсуждали как раз-таки перспективы досрочной или долгой победы там Чендлера, да, и в принципе как раз-таки было отмечено то, что Чендлер сам как бы варец очень высокого класса, и его именно забороть это практически, ну, невозможная задача, и при этом Чендлер с борцами бьется в стойке, а его именно удары в стойке, это всегда, ну, очень часто приносит летальный исход, да, что, в принципе, мы увидели Синди Аутлоу. Конечно, Синди тоже красава, буквально два года назад еще бомжом был, да, без ничего, и тут уже... Реально Аутлоу. Буквально, да, вот, и уже коммейн-эвент, вот, через два года уже в этом японском громком турнире. Ну, в принципе, красава, есть поражение, но Чендлер это слишком высокий уровень, поэтому... Да, такой огромный скачок в оппозиции, конечно. Чендлер вот мне напоминает вот свою вот этой низкой стойкой, вот этими врывами просто с оверхендами, с боковыми на ударную технику Тайрона Вудли, который тоже с широкими вот этими ногами расставленными, как этот, как и у этих, блядь, у борцов с умо, и с наскоком через этот, через весь октагон, куда-то за ухо он там попадает, и, как правило, это все заканчивается очень быстро. Не знаю, очень такой, скажем, типичный нокаут в исполнении Майкла Чендлера, но Аутлоу пожелаем набираться опыта и, соответственно, двигаться дальше по своей карьере. Да, следующий там, мы, скажем, про Гоути и Маучи, да, Икрущенко? Нет, сейчас мы про этот, скажем, про Майкла Пейджа, да, который над бедолагой поиздевался. Я не знаю, это, ну, просто такое, скажем, показательное выступление Майкла Пейджа, который, ну, я не знаю, как это назвать, это, ну, просто даже не спарринг, что это вообще такое было. На пенал бедолагу просто, наверное, всеми ударами, которые у него были в арсенале. Тот, как этот, знаешь, на минималке в Mortal Kombat ставишь себе противника самого дрочного такого, который просто стоит, ничего не делает, и начинаешь поэтому по этой, по книжечке, блядь, эти серии отрабатывать. Тут примерно то же самое он делал. Да, ну, надо, конечно, отметить, что у Анзая получалось по-раз входить в клинч, там, немножко удержать, но, конечно, Пейдж был гораздо лучше, гораздо более сильный. Еще надо отметить, что у Анзая, конечно, есть дух, но при этом вообще не было плана на бой, он просто бросался вперед, и моментами казалось, что Пейдж просто его жалеет. Конечно, это было красиво, он целый раунд просто красовался, и я думаю, что там, как сказал я, кстати, уже, ну, писал в Телеграме, да, ссылочка, где? Вообще, подписывайтесь на группу, да, а в группе там найдете ссылочку на Телеграм, так что... Да, там можете ссылочку на Телеграм найти, можете найти ссылочку просто на чаты ВКонтакте, потому что социальная сеть ВКонтакте выпустила очередное нововведение, которое позволяет вам просто в публичном сообществе найти чаты, которые вам нужны. В нашем сообществе существует сразу два чата, которые предназначены для любителей пообщаться по вопросам ставок, ну, и просто попиздеть, такие, ну, при желании заходите, там, кроме мемчиков, еще и такая вот у вас возможность теперь есть. Да, отличные контратаки от Пейджа, то есть, реально, это опасный парень для любого бойца, в принципе, который юзает ударку, ну, и, в принципе, очередной, ну, нокаут с руки именно, да, пытался он там поймать с колена, просто немножко не получалось, но жесткая встречка, и Анзай просто уже лежал, и никакой еще в втором раунде. Да, и причем там не добивать, ничего не надо было, все четенько, все как надо. Я не знаю, что дальше для Пейджа, но, мне кажется, такими темпами потихонечку его опять скоро выведут на титул, ну, это было бы, в принципе, очень логично. Да, ну, Ларкин, Накамура, на самом деле, Накамура набрал в Японии, реально хорошо выглядит, кардио лучше стало, и вообще, ну, как бы, ну, бензобак улучшился, и сразу навыки старые, как бы, вспомнились, и стойки там, и то, и все, да. Но Ларкин, конечно, тоже блещет в последних боях, и это было просто, по сути, убийство. За немногим не было там досрочки, реально, уже в третьем раунде просто Накамура с вскрытым ебальником ходил, и кое-как дожил, реально, там, и шишка, и плюшка, и все затекло уже в крови было. Бой был очень яркий, и Лоренс, конечно, красава, реально, высокий уровень показывает, еще бы не пропускал всяких норей, типа, по УД или там, и так далее. Ну, а вообще, конечно, жесткий парень, реально, ударка всегда была на высоте, и Накамура, в принципе, ничего не потерял, проиграв решением такому хорошему бойцу. Знаешь, мне вот позабавили разговоры Ларкина после того, как он провалил взвешивание, то, что я после этого боя буду претендовать на титул. Бля, ну, это интересное предположение, конечно, но, возвращаясь к нашему разговору о Майкле Пейджа предыдущему, что-то мне подсказывает, что Лоренс Ларкин не очень-то и будет претендовать на титул, а вот их совместный бой, лично для меня, был бы очень интересен. Вот это реально тема была бы, да, и очень интересный бой, потому что реально их техники сложно представить на бумаге, как они сложатся именно в октагоне, да, возможно, даже Ларкин захочет поклинчевать Пейджа, кто знает, да, поэтому... Он достаточно мощный физически, поэтому он как, выходец из 84 килограмма, а Пейдж сам по себе не очень крупный боец для этого веса, поэтому, может быть, он сделает ставку на физуху, попробует подзасушить этот поединок, но если он решит именно драться в стойке, там, превратить этот бой в шахматную партию, то, ну, нас будет ожидать очень интересное зрелище. Да, реально очень интересный, перспективный бой для следующего какого-нибудь мейн-эвента, английского, например. У нас тут тёлочки какие-то, с нами тёлочек. Да, вообще, вот, если мы отклипаем профиль Канова Танаби, да, и можем только порадоваться за неё, за её тело, великолепное пляжное тело. Блядь, а у нас тут фотки по плечи просто. Где фотки с телом? Пожалуйста. Можно нажать на неё. Отличное тело для 22-летнего парня, за исключением, и всё бы ничего, да, только Канова Танаби, это не парень, да, и вот. Ну, кто его знает, кстати, Фэлфэлэн Фокс Нос. Вот, ну, собственно, Танаби молодец. Такой, для неё это, в принципе, был очень сложный бой. Моментами не получалось переводить, моментами она сама оказывалась снизу. Илар, конечно, ничего вообще в карьере своей не представляла, до недавнего времени, пока не победила Бэк Роулинс, да, и немножко хайпу не собрала. А так, в Танаби, в принципе, её передышало, по большей части, и, в принципе, просто уже беспомощную Илару она забила с бэкмаунта, ну, в такой доминирующей манере. Отработала своим телом, могу сказать. Да. Так, у нас тут Усач есть, Шалун, друг Махмуда Мурадова, и Гойти Ямаучи. Тоже такой японец, интересный, универсал, грэпплер, мастер на все руки, который продемонстрировал нам очень неплохой, скажем так, арсенал своего грэпплинга. И за счёт своих габаритов, навыков просто отработал соперника на его слабой стороне и выиграл этот поединок. Да, тоже отмечали именно в подкасте, что реально Крышенко, это парень, который не любит джитсеров такого элитного класса. Тем более, и Маучи реально выглядел на взвешивании, на главы, наверное, три выше, чем... Да, на три с половиной даже. Причём не только выше, но и суши, атлетичнее. И шире, да, и вообще, ну, комплексно больше, и при всём при этом реально он лучше был в стойке. Он от стойки плавно потом перешёл к заходу за спину и так небольшой тупняк был, около секунд 15, наверное. Ну, потом Готи Маучи так, знаешь, оттолкнулся ногами от сетки и уже таким нестандартным способом перевёл бой в партер. Ну, и, в принципе, Крышенко уже отдал спину и там уже дело оставалось за малым. Ну, в принципе, Ги Маучи реально намного более высококлассный спортсмен, с отличной стойкой техничной и великолепным партом. У него были там проблемы с такими бойцами, как Чендер, которые использовали свою борьбу, но это реально слишком высокий уровень, поэтому... Чендер слишком высокий уровень, в первую очередь, по физической и химической подготовке. Чисто с этой пружиной бороться, которая ещё и элитными навыками в борьбе была, да, это так крайне тяжело. А Деррен Кругшенко, там, парень, который обладает одной, наверное, из самых отточенных и филигранных техник в стойке, он показывает удары, которые отработаны, вот, как этот, как Брюс Ли говорил, помнишь, что, блядь, фраза знаменитая, я там боюсь этого соперника, который отрабатывает удары, там, тысячу раз, там, вся хуйня и так далее. И вот он все свои удары, походу, там, не по одной тысяче раз отработал, там, прям, всё вот настолько чётенько. Ну, в борьбе он почему-то упорно обучаться не хочет, вот, вообще никак. Хотя у него есть неплохой борец в лагере, маленький, но всё же борец, и которого он, может быть, чему-то да и мог поднаучить. Ну, не знаю, не тяготеет парень к данному виду проведения поединков, и поэтому с такими соперниками, как Гойти и Маучи, у него возникают закономерные проблемы. Ладно, пойдём дальше, к самому интересному. Ну да, Федя блеснул, ну, в принципе, даже, наверное, не Федя так блеснул, как... Как блеснуло пузо Рампейджа просто. В общем, просто натерто свиным салом. Блядь, это, как этот, набрал 11 килограмм свиных мышц. Да, мы с тобой обсуждали, знаешь, тоже, кстати, в открытом подкасте тоже об этом речь шла, то есть, каких он 11 килограмм мог набрать, если он, во-первых, показал тот же... Ну, в принципе, он всегда показывал практически лимит, да, там... Ну, там 119-120 килограмм, когда-то... Да, а как бы он внешне никак не поменялся, и рожек как бы расплывать вообще стало как бы непонятно, при этом же весе, он не снял ни разу футболку, да, и при этом взвешивался вообще с задом, непонятно зачем, показать свои эти целлюлитные ляжки, вот. И когда он снял футболку, ну, там прям все стало ясно, реально, там тетьки висели, знаешь, как у заядовых этих любителей пивасика, наверное, и был. Так, а что с ним случилось, я не понимаю, потому что вспомни, когда он дрался с Кингом Мо, с Вандрелеем, он уже дрался массивным, он дрался с весом под 120 килограмм, но он не выглядел жирным. Он, да, он выглядел массивно, конечно, он не выглядел стройняшкой, но было нормальное тело, в принципе, у него не было такого жесткого пуза. Просто большой мужик такой. Да, он был медленный, да, он, конечно, там не был уже таким филигранным бойцом с такими молниеносными руками, которые там вырубали всех налево и направо. Ну, на того же ветерана, там, такой же рассыпающегося, как Вандерлей, в принципе, хватило. Ну, сейчас, особенно на фоне разговоров, опять же, его тренера, то, что у них одна из главных целей – это вернуться в Лайтхеве, ну, это, конечно, полнейший бред. Еще там кто-то, я не помню, писал, что, вау, я никогда не видел, что Брампейдж так много бегал на дорожке, этот, блядь, ну, вы что, вообще, что ли? Я не знаю, Брампейдж, если куда я бегал, только в KFC за баскетами, это самый максимум. Ну, если честно, у меня к нему никаких претензий нет, и парень, который, ну, я не знаю, он просто уже вечно сдерется, может быть, ему просто это надоело, может быть, он просто хочет расслабиться и кайфануть, и все, выйти с легенды, разделить октагон, порадовать фанатов, ну, отчасти порадовать, там, я не знаю, ну, как это еще можно назвать? За какой-то целью он вышел, в любом случае, я не думаю, что за чеком, он богатый человек, он стример, он обладает не одним бизнесом, я не знаю, зачем, ну, точно не за деньгами. Ну, да, хотелось еще немного получить в себе внимание, знаешь, Япония, тоже старые, там, такие, как это называется, ностальгия, да, такая, вот, ну, и, в принципе, он вообще не расстроился, да, на, после матчевого фото он туда влез, да, к команде Федора, тоже сфоткал с ним. Да, вот это вообще, абсолютно, чувак такой жизнерадостный, я помню бои, когда он действительно был раздосадован, когда тот же Бейдер его трахнул на полу, он тогда сам очень сильно переживал, говорил то, что, зачем, там, Джо Силван, тогдашний матчмейкер UFC, ставит против меня борцов, которые меня трахнуть на полу пытаются, я там, зрелищный, классный ударник, который может зажигать, а вы против меня ставите унылое одеяло. Ну, это очень оправдано, и всем бойцам, которые драли с ним в стойке, он всегда отдавал должное, и сегодня в стойке они действительно неплохо подрались, и, в первую очередь, конечно, неплохо подрался Федор Емельяненко. Ну, да, он был, конечно, намного быстрее, намного подготовленнее, и вот на фоне вот этого рампейджа, который вышел, он реально выглядел атлетом, вот, а рампейдж даже бить не мог, по сути, мог только защищаться, боялся раскрыться лишний раз, да, ну, и, в принципе, Феде, конечно, лучше намного выглядел. Вот таких рампейджов реально он может много пройти, и, в принципе, вот таких вот бойцов, да, можно найти еще целый вагон и маленькую тележку, да, в принципе, для Федора. Но именно кого найдут, это уже интрига, потому что Федя сказал, что в 21-м году хочет провести последний свой бой в России, а это значит, что как минимум он 20-й еще будет драться целый, да, а это, ну, значит, около двух боев для него будет точно. Знаешь, в принципе, здесь все закономерно, потому что он достаточно успешен по-прежнему с бойцами, которые соответствуют ему классу на данный момент. Он уже, по сути, пенсионер, пенсионер, причем закоренелый. Люди почему-то до сих пор считают его топовым бойцом, который обязан сражаться с элитой тяжелого дивизиона, сравнивают его там с Фрэнсисом Ганну, с Типемеочичем, что он там сможет. Блядь, да, люди, очнитесь. Ну, мужику уже за 40, просто. Его уровень сейчас, его варианты драться, это Фрэнк Мир, вот, Рэмпе Джексон, Чейл Сонен, парни, которые зажигали тогда же, когда же и он зажигал, которые блистали в 2008-м году, 7-м, 9-м, 10-м, на дворе 2020-й год. Ну, какие топы, о чем вы говорите вообще? И предъявлять ему о том, что он там сам лупит пенсионеров, да он сам пенсионер уже. Не надо путать понятия. Ну, а там Харитонов хотел с ним подраться, не знаю. Харитонов, конечно, сам пенсионер уже. Ну, я не знаю, Харитонову нужно с Васселом реванш проводить, по-другому я не вижу продолжения его карьеры. Ну, либо с Сашей, у них там продолжительная история была. Да, это парень Сашка, да. У Сашки, кстати, тоже там много вариантов исхода карьеры, прям, тоже вагоны маленькой телевизии. Ну, у Саши вообще там, я не знаю, кто ему сейчас не бросил вызов, там, начиная от Магомеда Исмаилова, заканчивая Рамзаном Кадыровым. Это вообще, ну, реально, наверное, самый востребованный боец сейчас в России. Причем востребованный не с точки зрения подраться профильно, допустим, вот как тяжеловес за чемпионский пояс, за действительно стоящий, допустим, какой-нибудь титул, вроде титула ACB, или ACA, как он там сейчас называется. А бои, которые, да, просто могут какое-то внимание получить, привлечь, но оно может и к лучшему, потому что, посмотрите, сколько внимания получил поединок с Кокляевым. Это второе событие по популярности, по запросам после Хабиб Парье, но это, ну, я не знаю, как это назвать, ну, вы просто сами подумайте. Качок, пауэрлифтер подрался по боксу с бойцом ММА, и это второе по популярности спортивное событие в году было, после Хабиба, который сейчас является суперзвездой вообще, в принципе, мирового уровня. Ну, блядь, наверное, обидно должно быть таким ребятам, как тот же Магомед Исмаилов, Владимир Минеев, Виталий Минаков, да кто угодно, кто действительно сейчас является таким, ну, неплохим бойцом ММА. Да, ну, всегда такие, конечно, бои привлекают внимание, фрик-бои, да, которые мы там видеть можем на том же Ютубе, вот, тоже привлекает много внимания, тоже там, хоть они вообще, как бы, отношения, в принципе, такое посредственное очень имеют, ну, там есть какие-то бойцы, конечно, да, но для Федьки уже, как бы, понятно, все как сложится, не знаю, равных соперников им нет смысла, ну, в смысле таких более-менее молодых, более-менее. Равные соперники вот для него, вот сейчас вот на фотографии, вот здесь на мониторе у нас этот парень, темнокожий с цепью на шее, вот это его равные соперники на сегодняшний день, по-другому никак. Да. Есть у него варианты, Тита Аркис, например, который для своих лет еще достаточно неплохо выглядит, пусть у него там кардио на полторы минуты, но при этом он атлетичен достаточно, он еще может побеждать. Того же Чака Лиделла, который, правда, с раскосыми глазами вышел драться, ну, он все-таки смог победить так, нокаутом, что для него вообще так достаточно интересный исход. Ну, ребят, тут много достаточно бойцов, которые за пределами UFC являются уже, по сути, не самыми, скажем так, топовыми, но при этом имеющими какое-никакое имя. И с ними, вот, допустим, те же пару боев Федору провести было бы вполне уместно. Не надо там залупаться на серьезную оппозицию какую-то, которая, конечно же, не представляет каких-то чемпионских амбиций, вот, допустим, в тяжелом, полутяжелом весе, подраться с каким-нибудь Хави Аялой, как вот, допустим, Фрэнк Мир, получить от него перелом челюсти, ну, это, мне кажется, все-таки не Камильфо было бы. Ну да, и только Хави Аялу пройти можно тоже, там уже Федор здесь не пропустит. Но это, опять же, Риски тоже, он более молодой. А я не помню, это он же Харитонова нахлобучего вроде. Аяу, да, по-моему. Да, или он, или еще какой-то толстяк, типа него там, я помню. Там еще в Гормле есть чейс, по-моему. Да, не, не Гормле, а Яла, по-моему, да, там первым же ударом сразу руки закинул. Вот, я же говорю, вот, ну, не кайфово было бы Легенде спорта от Хави Аялу уйти в нокаут, поэтому не надо. Вот, ну, в принципе, я даже не знаю, есть ли смысл еще обсуждать Александра Емельяненко, я думаю. Александра Емельяненко мы еще, будь уверен, затронем просто не один десяток раз. В этом году, наверное, уже нет, но в следующем, тогда сто процентов. Да, ну, пишите, на что ставили на этом турнире, да, что прошло, что не прошло. Какие вам перформансы больше всего заполнились. Что вы, может быть, посчитали в Акипанч, в Акисабом, там, любимые вот эти вот терминалы, термины. Подписывайтесь на телеграммы, вконтакте. Да, на группу, главное, подписывайтесь и на каналчик. У нас есть такая инсайдерская информация, интересная то, что больше половины человек смотрят нас неподписанными на канал. Для вас это же ничего не стоит, там, кнопочку нажать, сделать из красненькой серенькой, колокольчик там бахнуть. Для нас это все-таки будет значительная поддержка, вам это ничего не стоит. Поэтому давайте держаться вместе, будем работать и, соответственно, получать вместе удовольствие от разбора и просмотра боев. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok